Что такое неоновый Геннадий Газофикатор? Знает каждый анимешный задрот. Малолетний аутист залазит в робота своего бати-мажора, чтобы клеить тяночек. А те ему объясняют, что робот нужен для спасения человечества от галактического зла. Может быть я ошибаюсь в деталях, но в целом НГЭ именно об этом. Многоуровневый конфликт глубокой философии покорил анимешную аудиторию еще в прошлом веке. И до сих пор НГЭ остается серьезной франшизой на рынке, благодаря полнометражным ремейкам, которые выпускали каждые несколько лет, начиная с конца нулевых. Фильмы, так называемые ребилды, разорвали не одну тысячу пуканов, поскольку они радикально отходили от сюжетной конвы оригинального сериала. Вместо интимной истории борьбы со своими комплексами в сериале, ребилды начали смещать сюжет в сторону истории войны двух сторон за оружие, способное начать второй апокалипсис. Сюжет сериала помещается в первый ребилд и в половину второго. После чего в третьем и четвертом ребилдах начинается происходить что-то сложно объяснимое. Как вы понимаете, разделение любой франшизы на два направления приводит к началу очень важных и судьбоносных войн мнений между фанатами оригинала и любителями новой версии. Согласно лору Евы, сериал делался режиссером в состоянии глубокой депрессии. Специфическое поведение персонажей объясняется тем, что режиссер множество деталей депрессивного состояния перенес в свой сериал. Первый Евангелион был экскурсией в мир депрессии, задроченных работой, школой и просто жизнью людей. На фоне битв с роботами. За что бы все Евы и полюбили? Все полюбили, но не все поняли. Все-таки нужен определенный уровень образования или жизненного опыта, аналогичного с опытом создателя, чтобы в произведении увидеть то, что туда заложил автор, а не то, что вы смогли увидеть. После успеха сериала по миру прокатилась волна фанатов, которые занялись своеобразным пониманием того, что было в сериале. Фанаты начали косплеить персонажей, от которых надо держаться на расстоянии, а не им подражать. Писать фанфики, в которых сюжет сериала переписывался в сторону счастливой семейной жизни. И хентай. Много хентая. Оригинальный гуманистический посыл сюжета про преодоление депрессии и возвращение к здоровым отношениям к жизнью. И сознание фанатской массы уходил, а на его место становились фанатские мечты, либо об обывательском счастье для персонажей в виде счастливой любви. Или простое желание получать еще больше самых ярких, выдающихся моментов из сериала, но без связанного сюжета, подводящего зрителя к главной мысли произведениям. Репилды – это то, что получается, когда фанаты снимают для фанатов. Когда концепция замыкается сама в себе и начинает воспроизводить самые очевидные и характерные элементы своего содержания, но бесконечной цели, которая придает смысл каждому этому элементу и оправдывает наличие отдельных сцен или запоминающихся моментов. Это как инцест. Здоровыми индивиды рождаются только, когда смешиваются гены достаточно сильно отличающихся друг от друга особей. Дети от своей сестры получатся нежизнеспособными уродцами. А вот от троюродной тети дети совсем ничего. Человека, который не является никаким родственником вообще. Да, именно так. Приток новой информации в концепцию позволяет ей дальше развиваться. Практически в серии билды – это бесконечная инфляция отдельных эпизодов из сериала, которые порюбились фандому, но без придававшего им смысла продуманного сюжета. Когда контекст произведения – это само произведение, то в итоге получается фансервисное чудовище, которое ничего здорового дать человечеству не может. Сериал «Евангелеон» отличался немалой степенью эротичности. Маленькие девочки, стоящие на пороге пубертата в обтягивающих афалангах, и не только девочки, были главными персонажами сериала. Но в таком внешнем виде был смысл, поскольку одна из сюжетных тем Евы была взрослением. Частью которого являются половые отношения и сопутствующему этому делу эстетика и привлекательность тела. И, конечно, ответственность, которую на себя берут люди друг за друга, когда они решают вступать в постоянные половые отношения. Теперь делаем ребилды. Выкидываем весь контекст стеснения, страха и проблем близостей с человеком другого пола, ну а вставляем обтягивающие афаланги, девичьи труханы крупным планом и прочие примеры легкой эротики. И что самое ужасное, в ребилдах банально решили увеличить количество девочек, просто потому что. Были две девочки, а теперь их три. И смысл третьей девочки генерировать шутки про то, что у нее большие сиськи. Причем она сама осознает, что ее задача в ребилдах передвигать сиськи из кадра в кадр, потому что в четвертом в ребилде новая девочка Мари сама себя называет та девушка с большими сиськами. Понимаете, что уровень фансервенности в ребилдах стал просто терминальным и неизлечимым? Когда фансервисный персонаж, которого никто толком не запомнил, называет себя так, как ее называют зрители ребилда. Сами ребилды понимают, что участие Мари в сюжете нулевое, и ее задача показывать сиськи ебаным анимышникам. Это какой-то тройной сюжетный инцест. В сериале у нас есть просто девочки. В первом ребилде появляются девочки с сиськами, а в четвертом ребилде девочка с сиськами осознает, что она фансервисный персонаж, и сама себя называет девушка с большими сиськами. Хорошо, что четвертый ребил последний. Потому что в пятом ребилде Мари должна была бы превратиться буквально в две сиськи без причитающегося тела, просто левитирующих на фоне в каждой сцене без исключения. И говорящая прямо в экран. Дрочи, блядь, дрочи, сука! Ты же хотел сисек тогда подавить, мразь, на ебаный рот, сиськи, блядь, сиськи! Точно так же толпа имбецилов, составляющих современный фандом Евы, уничтожила и боевые сцены с огромными роботами. В сериале драки роботов выглядели предельно примитивно, и поэтому только помогали развиваться личностям персонажей. Смысл роботов был показать, что с точки зрения депрессивного персонажа, в жизни творится жестокая и рандомная хуета, которая по непонятным причинам выбрала своей жертвой тебя. Более того, соответствующие драки показывали состояние персонажей, особенного главного в Шинже. Когда ему было плохо, то и робот не двигался. Когда Шинже хотел выместить злость, то и робот яростно дрался с другими роботами. Что было в Шинже, демонстрировалось внешне через робота. Как всегда в ребилдах, всё психологическое значение сцен с драками роботов ликвидировано, но оставлены сами драки. Без мотивации пилотов, драки роботов, очевидно для любого зрителя, превращался в какое-то безумное махание огромными кулаками, ядерными взрывами, пулемётами размером с корабли и прочих атрибутов аниме, из-за которых аниме стало таким аниме. И в ребилдах это понимают. Кульминацией бессмысленности боёв роботов становится четвёртый ребилд, в котором не осталось никаких закономерностей в боевых сценах, что и почему происходит разобраться нереально. Из ниоткуда появляются всё более и более ёба роботы, кораблями стреляют как ракетами, роботы жжёт других роботов, какие-то корабли, построенные на скелете кита, воюют с другими кораблями, в конце концов из ниоткуда появляются буквально миллионы новых роботов-евангелионов. Эту хуйню просто надо видеть, объяснять нет смысла. И точно так же, как с Мари, ребилды осознают, какое фансервисное безумие они выплюнули в мир. В четвёртом ребилде один персонаж, наблюдающий за френив роботов, буквально говорит, что это происходит, не могу поверить. Авторы ребилдов снова дают зрителю понять, что они изнасиловали все концепции из сериала, ради того, чтобы удовлетворить звериный инстинкт фандома по каноничным пиковым сценам сериала, но без какой-либо ответственности за смысл сюжета. То же самое можно сказать по всем компонентам НГЕ. Берём что-то из сериала, раздуваем до бесконечности и при этом делаем как можно более морально-нейтральным. Нельзя же заставлять фандом думать. В сериале Геннадий был главным злодеем и отцом, игнорировавшим Шиндж. В ребилдах он самый главный злодей, Гитлер, Чингисхан, Бубонная чума и кусочек лего на полу, смешанные в одно, который хочет устроить третий апокалипсис, потому что он желает увидеть свою жену. Но в итоге его надо оправдать. Гена встречается со своей женой и Шинджи понимает своего батю. Зачем создавать отрицательного персонажа, который делает то, что он делает, как ни странно, оправданно? Фандом такого не может понять и тем более принять. Все должны быть счастливыми и довольными. И самое главное, не нести ответственность за то, что они сделали. Мисату и Каджи. Встречались только, чтобы потрахаться? Нет. Ни одной морально неоднозначной вещи не должно остаться в живых. В ребилде Каджи и Мисату друг с другом попрились и заверили тугоселю. Геннадий унижал и обошелся с Рицуко, как с говном в сериале, значит, в ребилде одна должна ему отомстить. При этом все равно неудачно, но банальное морализаторство побежда. Инфантильный фандом доволен. Никакой неоднозначности и проблематики в сюжете быть не должно. Только хэппи-энды, как в тайском массаже. В кульминации дроча фандому становится четвертый ребил. Здесь есть все, что нужно, чтобы раз и навсегда Еву превратить из идейного произведения в хорошо натренированную руку тайской массажистки. Помните, как в сериале и конце Евангелиона Асука унижала Шинджи за то, что он тряпка? Теперь она его не то, что унижает, она ему в еблона сильно засовывает еду, потому что вот такое говно Шинджи и вот так его презирает Асука. А потом они помирились. Помните, как Рэй не понимала, кто она такая в сериале, но с помощью Шинджи нашла себя? Только чтобы погибнуть в бою ради Шинджи. В ребилде то же самое, но только тупее. Рэй находит себя, потому что ее все любят в том колхозе, где главные персонажи оказываются. Она находит себя заботясь от Шинджи, но потом умирает, потому что так должно быть, иначе фандом не будет дрочить на каноничные сценки оригинала. Помните дилемму ежа? А теперь, блять, не забудете, потому что мы эту дилемму показали в книжке раскраски. Но самое ужасное, что четвертый ребилд не только повторяет и насилует содержание сериала. Четвертый ребилд повторяет третий ребилд. Сука, как такое возможно? В третьем фильме Шинджи сажал в заминированную тюремную камеру на борту кита корабля, месатый, чтобы его можно было взорвать и не допустить третьего апокалипсиса. Если корабль все же смогут захватить войска Гены, и они не смогли бы засадить Шинджи в фиолетовую Еву, но в четвертом ребилде Шинджи не нужен Гене, потому что он забрал себе фиолетовую Еву в третьем фильме. Но в четвертом Шинджи все равно сажал в тюрьму, потому что это была прикольная сцена из третьего ребилда. Так что на нее надо дрочить в четвертом. Для дрочи уже не нужен сериал. В одном ребилде, сделанном для дрочи, дрочат на другой ребил. Это какая-то фрактальная дрочка. Уже не говоря о том, что в четвертом ребилде десятки моментов, которые не имеют смысла ни в каком контексте. Почему эти корабли летают на канатах, повешенных к киту кораблю? Почему эта хуйня ходит, как будто она на марше? Почему от Т-поля этих каракатиц пробиваются одной пулей? Почему Мари может телепортироваться, и как она знает, в Фуюцуки? Почему Асука себя называет клоном? Почему ходят безголовые Евы? Почему у Асуки в глазе какой-то тампон из киберпанка? Почему в сюжете присутствуют эти две тянги, которые ничего в и так безумный сюжет не добавляют, но на них надо обращать внимание? Четвертый ребилд это катастрофа, а не фильм. Но самое ужасное, что четвертый ребилд стал самым популярным ребилдом из всех. Собрал кучу денег и имеет самые высокие баллы из всех произведений в серии Евы. Объективности ради надо сказать, что в четвертом ребилде есть очень много сильных моментов. По сути, фильм разделен на три части. Первая – драка роботов за Париж, жизнь персонажей в колхозе и финальная битва с концовкой. Каждая по отдельности, все эти части действительно очень хорошо сделаны. В Йоба сражения нарисованы и срежиссированы так, что их смотреть действительно очень интересно. Сражения схореографированы отлично. Никогда не чувствуется, что кто-то из сражающихся персонажей легко побеждает своих тупых противников, которые бросаются насмерть. Драки нарисованы отлично, взрывы, движения и даже компьютерные вставки смотрятся на 10 из 10. Далее начинается часть, где Шинджи, Асука и Рэй попадают в деревню, где они действительно мило проводят время, общаясь с жителями этого поселка. Деревня – это грамотно сделанная повседневность, которая не бесит, что для повседневности огромное достижение. Также в части из деревни засунули столько фан-сервисов, что он уже превращается в легкую эротику. И это тоже хорошо, потому что должно быть в искусстве возможность получать удовольствие от приятных тел и не превращать всё в поруху. Конечно, держим в уме, что этим персонажам по 14 лет, но это анимешные 14 лет, так что им всем по 20+. И концовка тоже довольно качественно сделана. По сути, это то же самое начало с драками роботов и корабликов, плюс эмоционирование персонажей из части в деревню. Но все эти три части абсолютно не нужны в одном фильме. По отдельности, каждая из трёх частей выглядит как короткий фильм качеством выше среднего. Но вместе они не превращаются в один целостный фильм, а в какой-то ужасный бред, в котором полно не то что сюжетных, а просто логических, смысловых дыр. В одной из сцен в конце ребилда какой-то ноунеймный персонаж берёт Мисату в заложники, обвиняя её в том, что она не смогла остановить апокалипсис из четвёртого ребилда. Через две минуты её отпускают, и во время болтовни этот NPC зачем-то стреляет в пол. Возможно, четвёртый ребилд должен был быть пятичасовым фильмом, в котором все дыры и глупости имеющегося ребилда были бы закрыты. Может быть, четвёртый фильм не должен был быть последним, а после него собирались выпустить ещё пятый или шестой ребилды, но выпустили то, что выпустили. Более того, фандом ребилдов пытается оправдать всё, что происходит в четвёртом фильме, тем, что это погружение в сознание Хидеаки Ана, или тем, что это экспериментальное кино, которое мастерски провоцирует эмоции в обход рационального мышления, или то, что это фансервис только для своих, чужие не поймут. Но всё это не оправдание, потому что ни в одном из этих случаев невозможно объяснить того зашкаливающего количества недопустимых проблем с этим фильмом. Четвёртый ребилд – это буквально оскорбление зрителя, поскольку непонятно главное о чём он. В этом фильме просто нет сюжета. Это не фансервис, потому что персонажи не похожи на себя. Это не экспериментальное кино, потому что ничего нового в нём нету. Это непонятно что. А я понял, о чём четвёртый ребилд. Он о деньгах. В наше время, когда из-за ковида любое полнометражное кино собирает сумасшедший, Хидайки решил выпустить свой бред, чтобы попасть в момент пустоты и низкой конкуренции на рынке. И тем самым заработать так много, как он не зарабатывал никогда в жизни. По-другому оправдать существование этого монстра, по-моему, невозможно. Когда CD Projekt Red решили сделать свой Cyberpunk 2077, они попробовали создать ультимативный Cyberpunk. Аналог ребилдов. Игру, в которой сконцентрирована вся киберпанковая за прошлые 50 лет. Провал киберпанка 2077 убил жанр киберпанк. Это токсичный жанр, к которому в ближайшие 20 лет никто не приблизится страхи повторить судьбу 2077. И так должно быть в нормальной среде. Провальные проекты уступают место новым, что позволяет жанру развиваться. Но современное аниме это мутант, который пожирает своё говно, становится всё токсичнее и дегенеративней, но от этого не травится, а становится только сильнее. Каждый новый ребилд становился всё ужасней, но всё популярней. И в итоге получился четвёртый. Это не фильм, это кинохроника Холокоста, смонтированная для наслаждения эсэсовским извращенцем, которым и являются современные фанатики японских мультиков, особенно Евангелия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok